Сегодня Всемирный день безопасного интернета. Цель праздника – информировать людей об ответственном и безопасном использовании сети. По статистике, интернетом активно пользуются 47% землян. Самый высокий уровень доступа в Исландии – 98%. Соответственно, самый низкий – в бедных странах Африки, Чаде, Нигерии, Сомали. Менее 3%. Мы где-то посередине. Это для справки. По традиции на тему безопасного интернета проходят акции, семинары и конференции. Наш город, а точнее Высоковск, тоже приобщился. Для школьников в библиотеке местного КДЦ специалисты ЦБС провели специальную лекцию. Всемирная паутина интернета. Она запутывает, захватывает и даже убивает. По статистике, интернет-зависимость признает каждый второй пользователь. Саша, выключаем 2,5 уже. Значит, сейчас я буду выключать. В группе риска – тинейджеры. Чтобы не уйти в виртуальный мир навсегда, был объявлен День безопасности интернета. Задача – научить подростков ориентироваться в киперпространстве. За каждым сайтом может скрываться дверь в пропасть. Я считаю, что интернет опасен только если человек будет к нему относиться с неосторожностью. В интернете очень много мошенников, которые могут воспользоваться нашей личной информацией. Опасен тем, что заразить компьютер и поразить всю систему. Полтора года назад Рунет взорвали опасные игры. Ради забавы взрослые подонки вынуждали подростков к самоубийствам. Когда счет смертей перевалил за сотню, вмешались правоохранительные органы. Один из тех, кто заигрался – житель Солнечногорска по нику Филипп Лис. Сейчас он отбывает наказание в питерской колонии. Из 15 предполагаемых эпизодов доведения до суицида удалось доказать только два. Но за каждым смерть и горе родных и близких. Ну а кроме того, любые ваши сообщения и фотографии – наводка для мошенников и жуликов. Не встречайся без родителей с людьми из интернета вживую. В интернете многие люди рассказывают о себе неправду. Чтобы обезопасить личную реальную, а не виртуальную жизнь, необходимо соблюдать несколько правил кипербезопасности. Не разглашать личные данные, не передавать свою информацию личную, не посещать стараться сомнительных сайтов, если приходят незнакомые файлы, стараться их без надобности не открывать. Если происходит ситуация, когда на вас оказывают давление, пожалуйста, обратитесь к учителю или к родителям. Родители должны знать виртуальные интересы своих детей. Загляните в гаджеты. Может, именно сейчас на вашего ребенка идет мощная психологическая атака. Существует такое понятие, как безопасность в интернете. Прежде чем давать ребенку пользоваться интернетом, вы можете совершенно спокойно установить на компьютер, на телефон такую программу, как родительский контроль, которая позволит вам, во-первых, контролировать время пребывания вашего ребенка в интернете, а во-вторых, запретить выходы на опасные сайты. О кибербезопасности со старшеклассниками Высоковска сегодня разговаривали в библиотеке местного клуба. Ребятам напомнили правила пользователей и их права и обязанности. Николай Матюнин, Алексей Буланов, Юлия Левицкая. Новости дня.